Это была запланирована центральная улица, которая вела от станции к центру поселка. Называлась она в те времена Голицынский проспект в честь князей Голицыных. И уже только в советское время была переименована в коммунистическую. Неспешным шагом, минут за десять, вместе с краеведом Марией Лобановой мы добираемся до здания гимназии Ольги Яковлевой. Эта постройка 1909 года была возведена на средства князя Дмитрия Голицына. Гимназия предусматривала обучение мальчиков и девочек, позже она стала исключительно мужской. Здание из бетонного пустотелого кирпича промышленника Цубербиллера, который производился неподалеку, оказалось крепким и надежным, пережив несколько временных эпох, оно по сей день располагается в центре Голицынского городка. Большое внимание уделялось физическому здоровью и физической активности. И Ольга Николаевна Яковлева сама об этом пишет, что дети практически целый день на свежем воздухе, они катались на лыжах. Они лепили из снега зимой крепости, это было как занятие лепкой. Летом они разводили цветники и работали в оранжерее. То есть на этом делался акцент, как физическое развитие учеников. Гимназия в Голицыно была престижным образовательным учреждением. Уроки проводились с 9 до 12 часов. Затем обед, а после домашнее задание. Английские и немецкие преподавали носители языка. Лепку и металлопластику. Учитель из Строгановки. Гимназисты издавали рукописный журнал, ставили спектакли, проживали здесь же. Через несколько лет у школы появилась пристройка, а учеников стало более сотни. Сама Ольга Яковлева была дочерью профессора Николая Склифосовского, а ее супруг ассистировал хирургу. Образование было очень интересным, оно было дорогим. Сюда приезжала только московская аристократия и интеллигенция. Мы можем назвать такие известные фамилии, которые здесь какое-то время учились. Это Сергей Сергеевич Волкинштейн, это генерал известный. Нил Петрович Ремезов, это известный советский почвовед. Этот незатейливый орнамент на полу родом из прошлого. Знаменитая метлахская плитка украшала коридоры гимназии. Классы имели деревянные полы. Еще один сохранившийся элемент – кованное лестничное ограждение. О том, что гимназия – важный культурно-исторический объект, заговорили местные краеведы и решили сохранить его для потомков. Мы решили заявить это здание как объект культурного наследия, чтобы на него распространялась охрана, как на другие памятники архитектуры. Удивительно, несмотря на исторические перипетии, здание фактически сохранило свой первозданный облик. Перегородки здесь не сносились, а классы и помещения всего лишь обживались новыми постояльцами. Решение о признании гимназии объектом культурного наследия должно быть принято в течение трех месяцев.